Музыка Поняли, что у нас нету. И даром, чтобы не выходить, перестали ходить. Сколько можно над людьми так вот издеваться? Нам же не давали работать. Вот эту туристику устроились выходным днём. Кому они сделали лучше, я не знаю. Музыка С утра люди ходили, немножко с утра ходили, да. А так в основном мало, почти никогда людей едут. Во-первых, к нам люди и так, мы же тут, у нас один-два человека в день пройдёт, если это. А ещё тем более на карантине, так мы вообще в это. Мы считаем, что это вообще бессмысленно, нас тряпки закрывать. У нас и так никогда людей почти нет. Люди почти без денег там. Когда-то кто-то прибежит, вот, спряжала, ой, скорее надо хоть кепку какую купить, а кто холодно. У нас же, вот вы приходите, у нас же нет никогда людей. На продуктах ещё-то люди как-то, потому что продукты есть продукты. Постоянно надо, да? Да, а тряпки, у нас же и так, прошло 2-3 человека и всё, и больше вот. Вот только час дня и вообще никого нету. Где-то там в один, чуть-чуть вот. 2-3 человека прошли за день и всё. А что делал? Ничего, сидел вот как. Сегодня ещё более-менее зарплата была, так хоть что-то продал. А так неделю с понедельника до пятницы, когда выходные ещё людям надо что-то, нам не давали возможность просто работать. На хлеб заработать. По 100 гривен касса бы мне, извините, что я зарабатываю? 30 рублей? Мало. Ожидали больше. Ну, начало месяца, может, всё это, играет роль плюс холодно. Люди, мы думали, может, хотя бы в такие дни пусто было. Ну, если посчитать покупателям, то у меня было человек 5. Это много или мало? Ну, естественно, мало. Да? Конечно. По сравнению с теми? Ну, понимаете, в такие дни, может быть, в сравнении с обычными днями, понедельник, вторник, среда, то это и много, потому что бывает 1-2 человека в день. Потому что хоть какой-то доход. А так дома сидеть, это же, вы же понимаете, налоги платить все, коммунальные, всё платить надо, аренды, охраны. Это же всё надо проплатить и жить за что-то. Святым духом же питаться не будешь. Считайте, у нас забрали 6 рабочих наших дней. В основных таких рабочих, которые в основном приносят нам какую-то прибыль. Потому что будние дни, а не будние дни. Людей очень мало на рынке. Я не понимаю, чем мы отличаемся от продуктов. Там вроде бы у нас больше коронавируса или что. Мы так же на воздухе работаем. Мы же в основном люди, видите, все выставляют в основном на улицу, потому что люди даже сюда мало заходят. Они все привыкли на улице. По сравнению с тем, что мы просидели, можно сказать, 3 недели, вот, спасибо и за это, что мы вышли, что мы можем что-то заработать. Вот, ну, надеемся, что нас дальше, в дальнейшем не закроют. Мы придерживаемся всего, как бы это, и мы надеемся на работу. Мы очень хотим работать. Просто я не надеюсь ни на какую поддержку, потому что поддержки, как бы, не сильно и есть. Мы будем зарабатывать сами. Спасибо, я пользовалась льготами, которые были весной. Нас отменили от пенсионного, 3 месяца мы не платили. Потом нам дали помощь, вот, позже дали, но спасибо, конечно, за это. Сейчас нам ничего, как бы, это самое, все, как бы, глухо. Вот, вот, как платили мы, так и платим. Вот, этот самый пенсионный, и все услуги, и рыночные. Никто нам ничего не дал ни на малейшие скидки. Вот, все мы заплатили, хотя, можно сказать, 6 дней, это неделя. А неделя, это много чего значить. Очень много. Да, я же говорю, на выходные все. На выходные это выходные. Вот, не ударило, потому что, как мы, нас всегда, как бы, все ждет спонтанно и непредсказуемое. Вот, мы, как бы, вот, раз и все. Мы же не ожидаем этого ничего. Проходят дни, вот, как бы, суббота, и все говорится. Вот, на субботу мы подторгуем, рассчитаемся, рассчитаемся за товар, рассчитаемся за рыночный. Вот, а так, получается, опять, и нам очень тяжело. Ну, как, в другие дни вообще ничего не было, то тут все вроде более-менее. Ну, выходные, конечно, есть выходные. Ну, что ж, зарплату не дали, может быть, что-то еще будет побольше. Ждем. Там же все ждешь на выходной, что-то что-то заработаешь. А так, получается, в такие дни вообще торговли нет. А субботы, воскресенья не было. Ну, меньше, конечно, торговли было. Нормально, конечно, а что ж? Те субботы на неделю не делали. Налогово надо за все отчитываться, платить за все. А это же не годится так. Мы ждем вообще субботу, неделю, чтобы хоть чуть-чуть поторговать. Так люди приезжают, вон торгуют. А мы что? Мы же содержим то южный, платим и налоги, и все. Вообще, людей очень мало стало, очень мало. Может, наверное, на продуктах, может, деньги на Новый год держишь. Конечно, убыток. Суббота, воскресенье у нас базарные дни, а просидели дома. Хоть и на шесть дней выпало. За шесть дней это большая сумма. Слышали, да, но что-то говорят, вроде бы, как будто бы отменят. Но надеемся, чтобы отменили, потому что мы останемся совсем без денег, без зарплаты. В ожидании, ну и готовимся. Вот я сегодня думаю уже пойти забрать, взять там то-то, то-то, где-то деньги, чтобы сэкономить. Потому что если будем сидеть целых три недели, это ж что-то значит. Это мы будем без зарплаты, без денег, без ничего. А у нас больше нет откуда. У меня пенсия маленькая, у меня совсем. Думаем, как заплатить аренду, все это заплатить. Я, собственно, я остаюсь без зарплаты, потому что я реализатор. Я не хозяйка, я реализатор. И вот уже сколько, две или три недели было, вот это, субботу, воскресенье не работали, я потеряла зарплату. Ну, получается, две недели? Две недели, да, у меня, получается, я потеряла много денег. Я по 150 получаю, это получается 600 гривен я потеряла. А у меня пенсия всего 2-300. И как мне оплатить-то за свет, за все, все равно так же, за отопление. Я мне уже по 80 лет, вот, и я приходится мне работать, потому что я, у меня маленькая пенсия совсем. Хотя 42 года стажа работать. Ничего себе. Да. Такие у нас вот времена. У меня дистанция полтора метра, я на улице, видите. То есть у меня изначально дистанция уже здесь сидя, я с вами разговариваю. Все условия, да. Все условия, да. Для того, чтобы работать. Но нам же же не давали работать. Вот эту туристику устроили с выходным днем. Кому они сделали лучше, я не знаю. Кому это интересно и как это все. Со второго числа вроде бы, да. Ну, дай бог, чтобы хотя бы Новый год в надежде на то, что людям нужно будет прийти и что-то купить. Все же таки дешевле, чем в маркетах, в бутиках, в этих. Я 25 лет здесь на рынке. 25 лет. Вот весной 96-го года мы сюда зашли. Не было такого. Раньше мы даже работали до 7 вечера. А потом покупательская способность начала падать и вот так вот. Вот сидишь, просто сидишь. И со мной будем разговаривать, полчаса будем говорить с вами и увидите, где. Даже никто не прошел рядом. Хотя сегодня суббота и зарплату на заводе точно у нас получили. Вот так вот. Сложно, очень сложно. И 6 недель, 3 недели, суббота, воскресенье. Ну, это вообще. Сидели вошли? Ну, ну, что. Ну, вот. Это когда люди сами возмущались. Покупатели возмущались. Потому что у них выходной, суббота, воскресенье, нас в рабовую превращают. На работу, с работы, выходной день некуда. Пойти надо купить какое-то пальто. Пускай не надо. Да батареек, думаю, сам. Вот она стоит 5 рублей, в маркетах она будет стоить 15. Это я с уверенностью могу сказать, потому что я контролирую рынок. Ну, еще его не вводят. Пока они еще говорят, что они еще не знают, ведут или нет. Как можем готовиться, если мы не знаем, что будет или нет. Мы как раз рассчитываем работать до нового, а потом будет видеть, как они победят. Понимаете, если оно принесет какой-то результат, то пусть оно будет. Мы же подчинились в марте месяце, сидели до мая месяца, до середины почти. Ну, просто непонятно, что тогда было там 10 человек на всю Украину, или сколько там нас закрыли. А сейчас то уже тысячи, то может и надо. Я думаю, конечно, люди болеют. Я-то слышала, но в данный момент, как бы, по-своему южному, я знаю, что есть заболеваемости и сталкивалась с этим все. Но, можно сказать, за наш рынок, как бы, у нас не такой уж и, как бы, много у нас людей. Вот, как бы, чтобы у нас была такая текучая, как, например, в магазинах. Я лично в магазин не хожу. Вот, поверьте, то, что мне надо, я покупаю на рынке. Вот, на таком, на расстоянии, на то самом, у меня нету. Вот, а вот, почему у нас базары закрывают? Вот, поймите правильно, значит, на продуктовых нету рынок, так, вируса, а у нас, получается, нет. Хотя на продуктовых людей больше, на продуктах. Я считаю, и было бы так справедливо, если закрывать, закройте всех. Закройте, пусть и продукты посидят, пусть все посидят. И все мы будем сидеть под одной, как говорится, под одной ребенку. Почему одни должны постоянно сидеть? Вот мы и весной сидели, мы сидели, и сейчас мы сидим, как бы, это самое, а продукты-то не сидели? Ну, да. Продукты-то зарабатывать, и продукты будут же такими льготами пользоваться, как и мы, например, если нам дадут что-то, какой-то, помощь в чем-то, отминусуют нам какой-то патент или там что-то, им же тоже отминусуют, или как, или что, как оно будет. Закройте, чтобы не было у нас, как говорится, бойни, в каком случае мы ругаемся друг с другом. Закройте базар на замок, и никто не будет сюда ходить. Никто, поверьте. Если я выдержала, я выдержала, да, я просто не ходила никуда. Вот это самое. Тяжело, да, тяжело. Можно же закрыть и все, почему так? Значит, там вирус, а здесь нет. Вот, посмотрите, людей-то нет. Да, а если есть, это самая, вот, это возможность такая заработать, это пришел человек, нету, если он пришел за носками, он взял и пошел. Нету так, чтобы у нас стояли очереди. Ну, нету, и как же, что можно его отрегулировать? Вы посмотрите, даже если я, кто-то приходил на базар, и это само по-любому, значит, семена открытые, значит, семена. Какой сейчас, какие семена? Какие? Вот, какой на вынос? Скажите, пожалуйста, игрушки, какие на вынос? Значит, всех закрыть, тогда что-то будет. Значит, один сидит дома и выжидает этого всего, другой торгует и вирус. Есть вирус? Да, есть вирус. Ну, как-то надо придерживаться всем. Я еще ничего не планирую. Я вот ничего не закупаю уже месяц. Потому что в прошлом году зимы не было, остаток товара, вот, появился. Но за все надо заплатить, вот, за рынок, за, как говорится, за охрану. Ну, практически за все. Как можно? А самим? Мне же никто не дает. Во-первых, у меня еще не на пенсии, у меня не пенсионный возраст, у меня нет ничего. Я только живу с базара. То есть, я плачу налоги, я плачу рыночные, я плачу за все. Я располагаю этим, и меня еще закрыть. Я считаю, это вообще, это самое, закрыть, и, значит, это самое, пусть государство, пусть наша мэрия подумает о нас. Он сказал, да, сказал Навацкий, что нам даст. Ну, даст, когда даст. Никто не дал нам. Прежде чем закрыть, надо человеку дать и расположить, чтобы ты вот сиди дома и это самое. Ну, как я буду сидеть, вот, например, нас сейчас закроют, как говорится, на три недели в месяц. Нас закрыли на неделю, мы сидели два месяца. И вот сейчас, если нас закроют, это самое, так дайте, дайте, чтобы я могла почти хлеба купить и тоже лекарства купить, это самое, и тоже всего. У меня тоже давление, тоже на это надо покупать лекарства и за что-то жить. Я считаю, что вот пусть даже и наш мэр подумает, пусть даже и Верховная Рада, она не думает о нас, она в этой шкуре не была. Слышала, что только решают, что не знают, что там будет. Я, что есть, то им буду торговать, а не так буду сидеть дома, реалізатор. Ну, говорят же, что отменили все. Вы рассчитываете на то, что отменили? Я рассчитываю, что отменили. Я что-то так думаю, потому что люди взбунтуются, уже так не можно. Сколько можно над людьми так вот и зеваться? Это же каждый выживает, что сказали спасибо, что каждый старается. У вас ничего не требует, не берем ничего, сами как можем, так выживаем на кусок хлеба. Так же нельзя уже нас набить до конца. 2 января вроде бы? Да, готовитесь к этому? Со страхом. Со страхом. Ожидаем, да? Ожидаем, да, со страхом. Надеемся, что отменили. Если поддержка государства будет, то может переживем как-то, а если не будет, то это будет очень тяжело. Мы закроемся просто и все. Потому что налоги платим. Пенсионные, аренды платим, базарные платим, а себе получается ничего. Мы вообще не ездим на закупку товара, мы боимся. Вот это, что купили в начале, вот больше всего. У нас весенний товар, весь остався, мы его не реализовали. Вот осень была теплая, мы тоже их не реализовали, а сейчас зима. Да. Заход